Доброе утро, Витобно! Сегодня хочу с вами поговорить про миссию Межи и Мести. И как вы поняли из названия, сегодня речь пойдет о эксплуатации в течение 5 лет. Это 100 тысяч километров пробега. Я посчитал, что будет интересно, в принципе, рассказать реально про историю именно вот эту машину, на которую сейчас я еду, что с ней случилось за эти годы и какие проблемы я с ней прошел. Это намного будет объективнее, чем рассказывать о многих обзорщиков, которые берут эту машину на один день, покатаются и что там про них рассказывают, как они едут и что типа у них а-ля там плохо, а-ля хорошо. Ну что, погнали! Начну рассказывать сразу по возрастанию, как я ее купил и, собственно, до последнего времени. Сразу, как я ее купил при продаже, продавец заявил на обои задней крестовины и, в принципе, лопнувшую рессору не полностью, а один лист. Это нижний, по-моему, или средний, уже не помню, но, в общем, какой-то лист был лопнул пополам и я держался за счет того, что я просто зажала стремянка. Естественно, сразу, как бы я поменял две рессоры, поставил сразу лифтованные туда. Получилось у меня, они где-то, по-моему, в то время по 7000 рублей и 3000 рублей была установка. Ну, соответственно, 20 тысяч рублей и задняя часть стала лифтованная и плюс там 100 килограмм по весу. Далее сразу же поменял ГРМ, поменял ролики, натяжители и сервисные ремни. А здесь сервисных ремней, по-моему, осталось 3 штуки, потому что здесь еще стоят старые добрые двигатели 4D56 и внутри, по-моему, то ли блоки, ну да, по-моему, блоки стоят параллельно коленвала, два балансированных вала, которые вращаются и гасят вибрацию от двигателя. Потому что двигатель этот старый, естественно, похоже на работу трактора. У него колбасит он громкий и вот эти баллы как раз компенсируют вибрацию. Затем, в принципе, я тоже, ну, да, поменял сразу крестовину. Вот это, как бы, первое ТО, оно было большое. По-моему, за это все дело получился в Иране там 40 с копейками за ГРМ и плюс еще практически в одно и то же время я поменял рессоры. А потом, в принципе, я ездил целый год и ничего вообще с машиной не делал. Потом один раз загорелся чек, машина ушла в аварийный режим. Я доехал до станции, подключили компьютер, сказали, что ошибка по датчику абсолютного давления в воздушном коллекторе. Это, по факту, такая вот маленькая квадратная коробочка, с которой идет резиновый шлангчик в коллекторе. Что-то там она мерит. В общем, новый датчик этот стоил на то время 20 тысяч рублей оригинальный. Ну, естественно, как бы, конские деньги неадекватные за кусочек пластмассы с трубочкой. Был куплен не оригинал за 8 тысяч и, собственно, вопрос этот был закрыт. Потом, в принципе, особо больше я на работу тоже ничего не делал. И дальше уже мне надоел вот этот вот вид машины, которая была под углом. У меня это стало что-то совсем подпишиваться, потому что задняя часть была поднята, по-моему, на 7 дюймов. В общем, она вот смотрелась очень высоко. Если кому интересно, потом могу фотографии, либо какое-нибудь, может быть, видеообзор машины сделать. И я решил уже тоже поднять, лифтануть переднюю часть, соответственно, поменять тоже амортизаторы и пружины. Но, кстати, забыл сказать, что тоже, да, у меня сломался амортизатор один. На яме его пробило. Я поменял два амортизатора, поставил Каяба по 6 тысяч и вернул обратно родные пружины. Ну, вот, буквально прошло полгода, и у меня вот эта ситуация, что-то вот как раз наклоном машины вперед стала бесить. И я, в общем, снял эти амортизаторы, купил американский, по-моему, амортизатор Touchdog. На ней 2 дюйма лифт, ну, плюс 5 сантиметров по высоте. И пружины Reef, которые, по-моему, тоже 5 сантиметров дают высоту. И плюс 50 килограмм грузоподъемности прибавляют. Ну, по факту, вот, с амортизаторами я не прогадал, а с рессорами, ну, с рессорами, да, с этим, с пружинами получилось хреново, потому что они реально за полгода полностью провисли, просели. То есть, получается, машина вот как была в стоке через полгода, но она, конечно, не вернулась в сток, но значительно они сдали по высоте. То есть, оказалось, что пружины Reef полное говно. Но, причем, что вот как раз на тот момент я вообще ничего на машину не возил и ездил 99% в один и по асфальту. По факту, получается, выкинутые деньги. Вот сейчас думаю, то ли купить другие пружины, то ли поставить какие-нибудь еще туда поставки побольше. И, кстати, еще тоже я поставил проставки. Ну, не как вот в магазине продаются, там они 2,5 см и поднимают подвеску максимально высоко. Я сделал по расставке полтора сантиметра на заказ. Стало мне это все делать в 4 тысячи рублей. Расставки вытащить у знакомого токаря. На момент, как только я подвеску сделал, минимальный дорожный просвет до самой нижней точки подвески, это была передняя защита, защита картеров 30 см, что, в принципе, неплохо для штатной машины. Ну, получается, вслед за вот этими всеми манипуляциями я обновил полностью всю подвеску до винтика. Поменяли развальные шайбы, развальные болты, верхние и нижние сайлентблоки, шаровые опоры. Это, в общем, у меня все получилось в 65, по-моему, 70, что-то такое. Ну, где-то 65-70, и что-то такое. Ну, в принципе, это можно было не делать. Это, как бы, чисто мое желание, и я захотел вот ее поднять ровно. Ну, ровно на самом деле не стало пока. Ну, проходимость, в принципе, зато прибавилась на ура больше. Теперь намного сложнее посадить машину на брюхо, и она, в принципе, и стала дальше отъезжать на дороге. Как говорится, чем больше джип, чем дальше идти за трактор. Ну, теперь стал за трактором идти значительно дальше. Что еще было с машиной такого, что прям меня выбешивало? А, ну, выбешивало меня в основном ее разгон. В принципе, вот она вроде 2,5 литра, но разгон, в принципе, и 10-1 секунд. Хотелось бы побольше. Просто такой же мотор на пожаре стоит. Да, и он уже 178, где же, как бы, он задушен до 1306. Вот это, конечно, меня подвешивает. Хотя все, в принципе, тоже самое могли бы сделать одинаковый мотор. А в основном, в принципе, мне машина нравится. Огромный плюс именно этой машины, она максимальная комплектация. Здесь стоит коробка Super Select. Автомат и система полного привода, которая подключает полный привод в движение. До 100 км в час можно включить и выключить полный привод, не прибегая к остановке, как на каких-нибудь уазиках. Здесь есть понижайка и блокировка, между всего, инферансовая. Полный набор внедорожных плюшек, что очень, в принципе, радует и помогает. Эту машину я эксплуатирую по полной. И она немного раз едет в Центральную Карелию. Мы ей возили туристов на товары. Кто был, то знает, что дорога эта 21 км с переходящими верховыми болотами. Сезон дождей, глубина, может быть, до 60-70 см местами. В принципе, за ночь мне приходилось прижать эту дорогу по 4-5 раз. И, в принципе, машина вела себя без проблем. За вот эти годы эксплуатации поменяла еще аккумуляторы. Здесь две штуки, в принципе, тоже. Они уже подошли к концу. Больше, в принципе, особо криминального я с ней не делал. Что вот единственный раз меня подвело в этой машине, почему я встал, она не поехала. То есть, ей было один-единственный раз. Мы ехали с Крыма. И, кстати, перед Крымом мы ездили в сервис на диагностику. Поднимали, трогали ходовую там, в общем, проверяли. Все было неплохо, но вот видно, хватило 5000 км, чтобы мы накатали. Развалиться передней ступице. И вот мы встали между Москвой и Питером, в Таршкетом, за буквально там 2-3 км до какого-то маленького автосервиса на ремонт. И, в общем, там заночевали, приехала ступица из Москвы. В то время она, по-моему, 3,5 тысячи стоила. Плюс там они, естественно, потрахались ее, на самом деле, выбивать старой, потому что я все-таки на ней проехал. Она там какая-то не то что чистая ступица, а там какая-то полуступица. Там такая непонятная система, какую-то часть надо было выбивать. Но при этом это не подшипник. В общем, замучились они там, взялись в меня, по-моему, 4000 за это все это было заломанием, болгарками, круглыми. Но поменяли и, в общем, по приезду в Питер в течение полугода я поменял сразу из другой страны, чтобы уже было в паре. Это единственный раз, когда за 100 тысяч километров пылька меня, собственно, подвела на дороге. Остальное все было уже предсказуемо и планово. Еще раз потом я поменял крестовину, поменял саленвлок заднего моста. Менял масла в редукторах, в коробке менял, в раздавке менял, в переднем мосту. И один раз еще в грязной замесе в каком-то мы оторвали трубку. В вакууме включили полного привода и туда засосало, в общем, грязь. И он про передний привод перестал отключаться, либо там он отключится через какое-то время, да, а потом уже не отключался. В общем, разбирали тоже и меняли вот этот привод. Вакуумное включение переднего моста. Еще я купил на него колеса от Nissan Patrol. Это диски на 8 дюймов, шире штатных. В штате они на 17-й радиус, на 7 дюймов. Смотрится немножко позлее машина. Они упирают по шире, очень прикольно смотрятся. И поставил максимально возможный резюм на него, который только может влезть. Максимальные колеса, ребята, на этой машине у кого 17-й радиус, это 275 на 65-17. Если стоять больше, то уже будут задевать разговики и впереди блокера. Если не хотите там гром садьбы, разговики, резать арки, то 275 на 65-й максимум, что можно поставить. При этом машина не потеряла динамики. Не скажу, что она стала там тупее ездить. Осталось, в принципе, все то же самое. Что касаемо расхода. Расход топлива у меня порядка, вот сейчас он где-то 9,5-10 литров. Но сейчас минус. Мы едем достаточно круванным в таком режиме. То разговариваем сюда, притормозим. Ну, обычно, вот если там на Неве ездить интенсивно, динамично, да, ну, соответственно, ее моторы динамичны, то расход будет 10 литров по трассе и где-то 11 по городу. Если у меня ездит в этой машине супруга, она ездит спокойно, без креских ускорений, у нее расход получается где-то 8,5 трассы и 10 городов. В принципе, для своих размеров больше 5 метров машина достаточно экономная. По остальным техническим аспектам проблем у меня с ней не было. Запчасти стоят адекватных денег. Ну, как адекватных денег? Адекватных денег для японских автомобилей. Кстати, вот в плане динамик, вот я хочу обогнать машину. Все, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот все, я вернулся в полосу и обогнал эта каушинка. Разгон у нас 90 до 110. Вот такая динамика, в принципе, машины. Где-то 10-11 секунд она выдает. У меня всегда стабильный вот в этом диапазоне разгон. В общем, расход я вам сказал у нее, смотря какая езда, от 8,5 до 10. Либо там, если вы считаете, динамично утопить, то 9,5-11-11 полнолитов. А по запчастям, в принципе, вариантов очень много, много аналогов. Но, к сожалению, в последнее время чего-то и встали аналоги куда-то, японские именно аналоги пропадать. И на рынке появляется дешманская Китай. И бывает так достаточно проблемно что-то найти. Ну, не то, что проблемно, но приходится, то есть, посидеть ребятам в сервисе и покумекать, где, откуда перетащить запчасти. Ну, учитывая, что все поломки прогнозируемые, допустим, да, в основном все какие-то планы работы, то проблем с этим не возникает. Они просто при очередном ТВ уже знают, что там будем делать и заранее заказывать просто эти детали. И я приезжаю, собственно, когда приезжают детали и ставят уже их куда надо. В общем, для работы, кому надо что-то возить, для деревни, для оффроудов, поход и машина, мне нравится. Эта машина, как я говорю, максимальная комплектация. Здесь есть электропривод, водитель с сиденья, кожаный салон, зеркала с подогревом, электрорегулировками. Вот какие-то плюшки есть. Умыватель, фар, принудительный подогрев двигателя с повышением оборотов. Ручная подкачка топлива, два аккумулятора. Машина никогда без проблем заводилась. Никогда не было того, чтобы она там не завелась. Всегда заводится первый раз. Для России как раз здесь стоят два аккумулятора в величной емкости. Азиатский, по-моему, или европейский. Вариант у них там один аккумулятор на 90 ампер, по-моему. А здесь стоит два по-65. А по проходимости машина, конечно, реально зверя. Я когда катал ребят после кроссовера, они, конечно, вердикт был. Голосальная проходимость на емкости. Мы съехали с этой насыпи, на которой дороги, вот эти в России, всегда они у нас на насыпи. Я ходом сошел с полтора метра у нас в поле, покатались по зиму и там по полю. И на ходу выскочили обратно дорогой и поехали. То есть для них это реально не шок, что машина, в принципе, может это сделать. Так что берите машину. Рекомендую вам. Не бойтесь, в принципе. Если вы найдете машину неукатанную, эта машина, кстати, 2008 года и на спидометре у меня сейчас 272 тысячи километров. Это реальный пробег. Абсолютно реальный. Мы его проверяли по базам, по автотекам, по компаниям. То есть все четко. И машина, сами понимаете, у меня уже эксплуатация в большей части на третьей сотне километров. Тысяч километров. Если вы найдете такую же машину с таким же пробегом, я думаю, что можно смело брать. Проблем у меня, в принципе, больше особых и нет. Все, что было, я вам рассказал. И это за 5 лет и 100 тысяч километров. Найти, мне кажется, ее сейчас в неотжатом состоянии можно, наверное, я думаю. Но придется постараться, потому что, в принципе, люди такие машины особые не продают. Они ездят и ездят. Исполняют свои функции. В отличие от вот этих всяких новых одноразовых немцев, которые там после тысячи километров уже кучу проблем вылезают. Потом надо будет ездить в сервисе, доказывать, что это не лох. Я вот, честно говоря, не хочу никого у немца абсолютно. И не верьте вот этим пробегам, которые, знаете, вот там заявляют. Машине 10 лет, пробег 100 тысяч. И говорят, да, она у нас, типа, только летняя эксплуатация, и мы ездим на ней, да. В общем, только летом, когда солнышко светит на дачу. Абсолютно не верьте. Банально просто. Включите логику, да. Машина стоит у нас в отношении цена. Машина зарплата очень дорого. Люди тратят гигантские деньги для того, чтобы она у нас... Там не стояла, допустим, 8 месяцев в году, да. И при этом они продолжали ездить на маршрутке, либо на автобусе, либо, типа, там, на второй машине. А эта машина стоит на стоянке, и надо за нее платить бабло за стоянку. Платить надо деньги. Транспортный налог делают на нее ОСАГО. Кто-то делает КАСКО. То есть, ну, сами подумайте, что это, естественно, нелогично. Это все отговорка для лохов. Десятилетная машина, пробег должен быть порядка 200 тысяч километров. Это однозначно. Если меньше 150, не верьте, это по-любому крученный пробег. Так что, в общем, рассказал все, что знал, все, что делал. Машина однозначно к покупке рекомендует. Если найдете не ржавую, не укатанную, берите смело и наслаждайтесь. Ну, всем хорошего дня. Удачи на дорогах. Пока-пока.